Всем привет! Продолжаем разговор об двухпортовых антеннах простыми словами, но, к сожалению, в этом видео простыми словами уже ничего не получится, поэтому придется немножечко пошевелить серым веществом в наших головах. Итак, двухпортовые антенны. Какие у них параметры важные? Ну, помимо усиления, конечно. Есть такой параметр, если мы рассмотрим эту двухпортовую антенну, то вот у нее два разъема. И, как я уже говорил, подавая сигнал на один разъем, излучение происходит в одной поляризации, допустим, в этой вертикальной. На этот разъем подаем излучение, сигнал зачастую в горизонтальной поляризации. Но существует такая вещь, скажем так, характеристика этих антенн. Кросс-поляризационная развязка. Что же это такое? Это паразитное проникновение сигнала с одного порта на другой порт. Ну, так оно измеряется. Подключает канализатор цепей и измеряет прохождение сигнала с этого порта на этот порт. Либо еще это сказывается, как мы, если подаем сигнал на этот порт, на этот сигнал ничего не подаем, но он также у нас подключен к какому-то устройству, допустим. И по этому порту мы должны излучать в горизонтальной поляризации, но у нас происходит паразитное излучение и вертикальной поляризации. И вот эта крросс-поляризационная развязка, она как раз нам дает представление о том, каков уровень вот этого паразитного излучения. Итак, важное, что вы должны уяснить, это то, что сигнал просачивается с этого порта на этот порт. И на самом деле это плохо. Почему это плохо, буду рассказывать далее. Обратимся к устройству, я до этого уже упоминал такое слово, как MIMO. Так вот, MIMO-технология, это технология, позволяющая нам передавать на одной частоте различные сигналы. То есть частотный ресурс у нас ограничен, но разделяя по поляризациям, мы можем передавать сигналы на одной частоте. И изобразим, допустим, вот у нас какой-то сигнал. Цифровой. Вот у него какой-то там спектр. Это частота F, это амплитуда сигнала. Мы принимаем этот сигнал с уровнем минус 40 dB. Все отлично. Вот эта полочка шума, допустим, она составляет минус, ну там, 90 dB. И, скажем так, мы принимаем его, ну пусть, в горизонтальной поляризации. И теперь мы начали что-то передавать в вертикальной поляризации. А такая штука, как кросс-поляризационная развязка, у нас составляет всего лишь 20 dB. Много это или мало? А давайте-ка посмотрим, что у нас будет происходить со спектром. То есть мы принимаем ее в горизонтали. И теперь у нас появляется всего лишь с разницей в 20 dB какой-то сигнал на этой же частоте. И он получится будет ухудшать наше соотношение сигнал-шум. То есть если у нас здесь было вот такое сигнал-шум соотношение, то теперь наш сигнал в другой поляризации ухудшит вот этот наш сигнал, который мы принимаем. Это плохо. К чему это приводит? Дальше будет немножко сложнее, но я постараюсь избегать сложных технических терминов. Рассмотрим вот такую штучку. Такой рисунок. Это так называемое сигнальное созвездие. Которое показывает, ну, наш исходный сигнал при передаче цифровой информации, как правило, в современных системах связи, используется цифровая модуляция и используется многопозиционная модуляция. Комбинация амплитудной, фазовой, частотной модуляции. Ну, к примеру, на 16 позиций. Каждая такая позиция в плоскости в сигнальном созвездии, по-английски это вы можете встретить термин Constellations, диаграмм. Она высочается точкой и имеет, например, вот такое обозначение там 0, 1, там 0, 0. А это уже будет там 0, 0, там 0, 0. Это будет 0, 0, 1, 0. Ну и так далее. Все там 16 комбинаций мы перебрали. И таким образом информация кодируется и передается. Вот идеальный случай, когда у нас хорошее соотношение сигнал-шум. Что будет происходить при плохом соотношении сигнал-шум? Наши точки начинают размазываться. То есть позиция вот этой точки начинает размазываться. И этой точке начинает размазываться. Ну и у всех точек начинается их смазывание. И цифровой процессор, который отвечает за демодуляцию сигнала, ему очень сложно становится отличить эту точку от этой точки. Особенно если чем сильнее мы ухудшаем соотношение сигнал-шум, плюс на это влияет еще куча-куча разных других проблем при передаче сигнала, тем сложнее корректно демодулировать этот сигнал. Давайте еще рассмотрим структурную схему Маймо-системы для передачи информации. То есть она условно состоит в общем виде. Трансмиттер, ресивер, еще один трансмиттер, еще один ресивер. Далее высокочастотный свитч. И в данном случае вот антенка одна, подключенная, например, в горизонтальную поляризацию. И антенка другая, подключенная в вертикальную поляризацию. И если свитчи включены вот так, как сейчас, то вся эта система может одновременно передавать информацию. И если плохая кросс-поляризационная развязка, то мы видим вот такую картинку. У нас получается на фоне основного сигнала, к примеру, если вот этот сигнал у нас для горизонтальной поляризации. Мы в виде шума воспринимаем сигнал вертикальной поляризации. Вот он. Ровно наоборот, здесь же у нас где-то находится корреспондент, сигнал для вертикальной поляризации, он будет здесь, а для горизонтальной будет являться помехой. Вот с такой проблемой приходится сталкиваться. Но это вообще не самая большая проблема. Потому что проблем в моем системах на самом деле много. Какие хорошие уровни развязок считаются? То есть, ну, минимально необходимый вообще считается уровень развязки хотя бы в 20 дБ. То есть проникновение с одного порта на другой хорошо, если составляет 20 дБ. Тогда вот эти смазывания при демодуляции рассеяния, ну, опять же, это очень сильно зависит от системы связи, от того, сколько у нас здесь точек в созвездии. Потому что если точки всего 4 используются, то это смазывание уже не такое критичное. То есть мы можем передавать всего 4 точки, но использовать большую скорость потока. Либо мы можем использовать меньшую скорость потока и передавать очень много точек. Их может быть здесь на самом деле вот так, вот так добавить. Соответственно, позиций больше. И система становится более критична к ошибкам. Поэтому вот эти уровни для каждой системы связи будут иметь свои значения. Ну, вот Wi-Fi нормально работает при соотношении хотя бы выше 20 дБ. Очень хорошим считается уровень кроссполяционной развязки более 32 дБ. А где это еще сказывается? А сказывается это вот в следующей ситуации, когда у нас данные идут не в одну сторону, а данные идут еще вот так. То есть этот узел работает на передачу, трансмиттер, а вот этот на прием информации. И что происходит? Поскольку у нас-то одна антенна, ну, получается, это все находится в одном корпусе, то у нас имеет место паразитное проникновение сигнала передачи сюда, так называемый ликоч. И происходит следующее. Если у нас здесь мощность передачи, к примеру, плюс 20 дБ, то паразитный сигнал поступает сюда в антенну с уровнем 0 дБ. Это достаточно высокий уровень, потому что наш ресивер представляет из себя вот приблизительно следующую конструкцию. Это антенна и малошумящий усилитель. Ну, дальше там идет узел, так называемый, смеситель. И дальше усилитель промежуточной частоты. Там демодулятор. Ну, это условно, на самом деле, схема чуть сложнее. Вот. И получается ситуация следующая, что вот эти вот LNA, Low Noise Amplifier, он не рассчитан, как правило, для работы с такими высокими сигналами 0 дБ. Потому что ему нужно еще принимать сигнал, причем на этой же самой частоте, с уровнями порядка, там, минус 60, минус 40 дБ. А тут вы светите вашим сигналом передачика вот сюда. Хорошо, если вы делаете это на другой частоте. Но и то не всегда это допустимо, потому что будут возникать так называемые интернодуляционные искажения. Это тоже отдельная тема, отдельная проблема. И поэтому сигнал вашего передатчика будет восприниматься приемником, и в частности вот его малышимящим усилителем, как очень-очень мощная помеха. То есть получается вы какого-то сигнала, вот этого минус 40 не увидите, потому что вы будете с уровнем 0. Вот здесь вот видеть сигнал вашего передатчика. Но такое допустимо, в частности, когда у вас используется так называемая система с разделением паналов по времени. То есть когда у вас не может эта система одновременно и передавать, и слушать. Потому что вот в этом случае, да, будет помеха. Но если эта система имеет временное разделение, то получается она либо передает, либо слушает. Тогда эта проблема, ну, практически решена. Вы просто можете, ну, будет, у вас здесь будет выключение происходить на момент передачи, и как бы ничего страшного не произойдет. Одновременно и передавать, и слушать могут системы с частотным разделением каналов. То есть получается так, что приемник и трансмиттер никогда не работают, ресивер и трансмиттер никогда не работают на одной частоте, поэтому вот такой проблемы, что вы увидите помеху, превышающую ваш сигнал, не будет. У вас помеха будет располагаться на другой частоте, но это тоже не очень хорошо. То, что вход вашего усилителя будет все равно перегружен вот этим лейкоч-сигналом. Надеюсь, как бы более-менее понятно объяснил. Если кто-то захочет более развернуто, более сложно, вы можете это всегда почитать в интернете. Ну, может быть, не такими простыми словами. Но самообразование вещь тоже нужная. Не пренебрегайте этим. Кратко все. Задавайте вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь под видео, сделаю обзорную тему, где постараюсь ответить на все ваши возникающие вопросы по всем предыдущим лекциям. Все хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok